Дарк Ай В отличии от Денжинс и Драгонс, Дарк Ай не везет с хорошими играми. Последняя игра Демоникан не прошла отметку середнячка, из хороших проектов по данным правилам на ум приходят лишь обе части Дракон Сэнд, однако с того момента прошло уже 6 лет. Блэк Гуэртс это тактическая ролевая игра, сделанная по правилам Дарк Ай. И что она себе представляет, сейчас мы и разберем. История начинается с того, что нашего героя обвиняют в убийстве, которое он вроде бы не совершал, так как на правосудие он не надеется, поэтому избегает с двумя другими преступниками с целью узнать всю правду. В одиночку такое дело распутать трудно, поэтому по мере продвижения по сюжету к нам будут присоединяться весьма и весьма колоритные личности. Поджигатель, бабник, ведьма, наркоманка и другие. У каждого своя история, каждый со временем попросит помочь в личном деле, а также будут тревать беседу, и не всегда это будет заканчиваться хорошо. Мир игры довольно-таки большой. Два государства и карты со своими законами, городами и интересными местами. По карте мы передвигаемся интерактивно, крикнув мышкой на нужный нам город или место. Пару секунд и мы уже в другой части страны, телепорты не нужны. При переходе из одного места в другое попадаются случайные встречи, и большинство из них может закончиться битвой, если вам не удалось договориться, где это можно. Однако все эти встречи заранее прописаны сюжетом, и второй раз на той же дороге вас не остановит, как это было в том же Фоллауте. По городам нам также не дадут побродить, и чтобы поболтать с торговцем или лекарем, нужно просто на них кликнуть. Как уже было сказано, к нам будут присоединяться весьма и весьма колоритные персонажи. Это вам не рыться за своими нравоучениями, от этих можно всего чего угодно ожидать. Так как мир игры достаточно мрачен, и не только внешне, даже в светлых городах найдется своя гнельца, наши сопартийцы нередко будут разряжать обстановку, болтая между собой как в городах, так и на привалах. И уж очень им нравится стревать разговоры. Диалоги в основном построены на том, от лица кого мы будем говорить. Выбрав правильного персонажа при разговоре, можно будет получить дополнительное вознаграждение за квест, избежать драки, подкупить кого-либо для помощи в бою, да и просто улыбнуться. Как и в большинстве ролевых игр, о каждом сопартийце нужно заботиться. Вовремя лечить, кормить и снаряжать. Оружие и брони в игре не так много видов, и новинки в магазинах появляются редко, а легендарные предметы вообще на вес золота. Из сундуков не выпадают и лежат в строго отведенных для них местах. Бутылки с манной и здоровьем дорогие, так что в бою придется экономить и больше полагаться на тактику. Но если захочется меч получше, извольте выполнить цепочку квестов. Дать о них. Помимо главного задания, где все понятно, просто следуем сюжету, существует множество побочных, и тут стоит сказать пару слов. Во-первых, большинство заданий имеет несколько решений, и не всегда самое доброе решение будет оборачиваться хорошо. Во-вторых, некоторые задания имеют свою сюжетную линию, которую мы будем выполнять попутно с главной. Также, если в конце работы мы благородно откажемся от награды, то никаких плюх в виде дополнительных очков опыта мы не получим. А что вы хотели? Мир игры не такой сказочный, как в других проектах. Как и во всех играх Dark Eye, повышения уровня здесь нету, а на навыки и способности мы распределяем очки опыта, выдающиеся за убийство врагов и выполнение заданий. У всех персонажей ветки способностей, навыков и характеристик одинаковые, а также для прокачки того же параметра силы, к примеру, с 10 до 11 уровня, потребуется одинаковое количество очков, как магу, так и воину. Из этого следует, что ничто не помешает нашему лучнику вкачать пару очков в телосложение и силу, чтобы сделать его воином-лучником. Было бы желание. Однако бросать очки на все подряд растащительно и глупо. С таким распределением вряд ли что хорошее получится. По характеристикам все стандартно. Сила, ловкость, харизма и так далее. Боевые навыки – это навыки владения тем или иным оружием. Чем он выше, тем, соответственно, лучше. Также стоит отметить, что под некоторыми навыками каждого оружия есть ползунок, влияющий на атакующий и защитный стиль боя. Мирных навыков всего несколько, но важны они все. Однако прокачивать тот же навык восприятия всем персонажам не нужно, достаточно обучить этому одного. А вот навыков исцеления ран уже можно обучить и всех, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя в бою. Способности делятся на воинские, магические, для лучников и общие, позволяющие действовать в бою более эффективно. Лучше блокировать удары, уклоняться или тратить на заклинания меньше маны. Видов заклинаний очень много, их можно также поделить на три группы. Атакующие, призванные наносить урон, защитные, лечащие, а также проклятие, снимающие характеристики противника. Одному магу все их выучить вряд ли удастся, поэтому придется выбирать. В принципе, вся игра состоит из боевых арен, на которых мы и сражаемся. Их, как пишут разработчики, 190 штук. Бои напоминают героев, мы поочередно передвигаем персонажей, кастуем заклинания и стреляем из луков. На поле сражения могут находиться камни, почки, врата и другие объекты, которые призваны помогать нам или мешать. Помимо этого, встречаются объекты, с которыми можно взаимодействовать. Вроде как скинуть люстру на врага или обрушить палку с камнями. Также никто не запрещает вам просто сбросить противника в пропасть. И если по началу игры наша партия превосходит противника в битве, то затем придется проявить фантазию и навыки полководца, чтобы победить. Практически все, что обещали разработчики, они выполнили. Перед нами вполне интересная игра, способная затянуть нас и отпускать до самых титров, с кучей возможностей выполнения заданий. Так что, если вам нравятся тактические ролевые игры, то эта игра для вас. Всем удачи и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok